В социальных сетях сегодня проходит масштабный флешмоб «Подними голову», он приурочен ко Всемирному дню космонавтики, памятной дате, посвященной первому полету человека в космос. Принять участие в акции, идея которой родилась на площадке медиафорума Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге, могут все желающие. Не остались в стороне и жители Ненецкого округа. Во всем мире сегодня отмечается важная дата – 56 лет с момента первого полета человека в космос. Именно в этот день в 1961 году с Байконуры стартовал космический корабль «Восток-1», на борту которого находился Юрий Гагарин. Время старта – 9 часов 7 минут. И сегодня, именно в этот день, в это же время, в разных уголках нашей страны проходит флешмоб «Подними голову», присоединился к нему Инаринмар. Сегодня на площади имени Ленина у памятника самолету Як-7Б собрались школьники и представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. Среди участников – и председатель окружного совета ветеранов Вячеслав Карипанов. В 1961 году он работал монтёром окружного узла связи. Вячеслав Кузьмич вспоминает тот момент, когда впервые услышал о полёте Юрия Гагарина в космос. В это время мы как раз тянули, ремонтировали линию из города в Кармановку, радиолинию. Это даже у всех репродукторы были, ещё приёмников очень мало было. И вдруг Боря Бетехтин кричит, ребята, включайте! Гагарин полетел! Куда полетел, чего? Но мы подключились и слышим сообщение ТАСС. Юрий Гагарин – первый космонавт в мире, который полетел в этот момент. И мы как раз вот были там. И так мы узнали об этой новости. Так что, ребята, помните, Юрий Гагарин – это тот человек, который войдёт в историю человечества навечно. Он первый пришёл в космос. О космическом подвиге Юрия Гагарина сегодня рассказывают юным жителям округа. Вот сейчас все хотят быть юристами, экономистами, менеджерами. А в то время, когда он был школьником, дети хотели быть лётчиками и, конечно же, всегда смотрели на небо. Поэтому мы через некоторое время подождём более старших наших ребят. В 9.07 во время полёта, так как это было в далёком уже 1961 году, будем смотреть на небо. Что сегодня на небе? Мы говорим о том, что на Луне есть кратер, который носит имя Юрия Алексеевича Гагарина. Мы говорим о том, что есть город на земле. И любой цивилизованный человек знает это имя. Потому что он родился в то время в Советском Союзе на Смоленщине. Он закончил школу. Он закончил авиационное училище. И, как говорят в народе, это соль земли. Юрий Гагарин – это соль земли. Его знает любой школьник, да? Наши школьники, конечно же, знают, кто такой Юрий Гагарин, но помнят и других космонавтов. Какие ещё подвиги космоса знаем? Какие именно и наши космонавтов? Первая – это женщина-космонавт. Конечно, Валентина Терешкова. Кстати, это 2017 год, более 30 дат связано с астрономией. Сегодня, 12 апреля, пользователям социальных сетей предлагается сделать селфи с поднятой в небо головой в память о наших космонавтах и их достижениях. Концепцию флешмоба «Подними голову» разработал продюсер и режиссёр Тимур Бекмамбеков совместно с участниками медиафорума ОНФ «Правда и справедливость». По его словам, если бы такие люди, как Юрий Гагарин, Алексей Леонов, великий конструктор Сергей Королёв и их соратники смотрели себе под ноги, космос так и остался бы для нас чужим. Данная акция привлечёт внимание жителей страны к проблемам и успехам освоения космоса.